Начало положено. Бюджет Ненецкого округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов принят в первом чтении. За основные характеристики региональной казны проголосовали депутаты окружного парламента. Бюджет Ненецкого округа на 2017 год, несмотря на все сложности с пополнением доходной части, все же сохранит социальную направленность. Подтверждением служит тот факт, что удалось сохранить основные меры социальной поддержки граждан, проживающих в регионе. Ань Тарова, здравствуйте! С главными событиями этого дня в студии Иван Никонов. Сегодня ночью ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Петр Иванович Бараков. Ему было 89 лет. 22 сентября 2017 года он отметил бы свое 90-летие. Петра Ивановича призвали на фронт в декабре 1944 года и направили охранять лагерь военнопленных немцев в Вологодской области. В своих воспоминаниях он говорил, ничем плохим пленные не запомнились, побегов у них не было, работали они хорошо, без нареканий. Мы водили колонны на лесоповал и погрузку древесины. Конвой с пленными не общался, запрещено, да и не к чему. Нас их подвиги не интересовали, отвоевались, теперь повкалывайте. Домой Петр Иванович вернулся только в феврале 1947 года, когда первые партии немцев стали возвращаться в Германию. Соболезнования по поводу кончины Петра Ивановича Баракова выразил губернатор округа Игорь Кошин. Ночью из жизни ушел Петр Иванович Бараков, участник Великой Отечественной войны, ветеран рыболовной отрасли округа. В последний раз виделись в конце сентября. Я заезжал, чтобы поздравить с днем рождения. Петр Иванович не должил до своего 90-летия совсем немного. Светлая память и искреннее соболезнование родным. Бюджет Ненецкого округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов принят в первом чтении. Депутаты окружного парламента большинством голосов сегодня на сессии проголосовали за основные характеристики региональной казны. Этот прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Ненецкого округа на очередной финансовый год и плановый период. Прогнозируемые доходы – нормативы распределения доходов между окружным бюджетом и местными бюджетами. Также к основным характеристикам относятся доходы от отчисления части прибыли государственными унитарными предприятиями Ненецкого округа. Общий объем расходов, дефицит окружного бюджета, источник его финансирования и верхний предел государственного внутреннего и внешнего долга. Проект закона Ниньского округа об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов подготовлен на основании прогноза социально-экономического развития и в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики на ближайшую трёхлетку. Основные параметры окружного бюджета на следующий год составляют по доходам чуть более 12 миллиардов рублей. Расходы бюджета запланированы на уровне 12 миллиардов 856 миллионов рублей. Дефицит 6,8% и не превышает норматив, установленный Бюджетным кодексом России. Верхний предел государственного внутреннего долга Ниньского округа на все периоды составит 4 миллиарда 100 миллионов. На обслуживание государственного долга в 2017 году потребуется 581,3 миллиона рублей. Расходы окружного бюджета на обслуживание государственного долга в 2018 и 2019 годах составят 603,556 миллионов соответственно. Неопределённость и высокая волатильность курса доллара и цены на нефть приводят к снижению доходной части окружного бюджета. По всем источникам доходов прогнозируется рост, кроме налога на прибыль и доходов от СРП. Наиболее крупным и стабильным является налог на имущество организации. В части доходов от СРП наблюдается существенное снижение. Прогноз на 2017 год составляет 2 миллиарда 590 миллионов рублей. Отрицательный тренд является и по налогу на прибыль организации. На основании анализа доходной части бюджета на 2017 год можно сделать вывод о том, что в законопроекте учтены доходы по всем основным доходным источникам. Основной удельный вес 73% составляют налоговые доходы. В составе налоговых доходов наибольший удельный вес составляют налоги на имущество, как было сказано, 5 миллиардов 689 миллионов рублей или 65%. И налоги на прибыль и доходы в сумме 2 миллиарда 889 миллионов рублей или 33%. Как отметила Елена Сопочкина, доходная часть бюджета округа на 2017 год более реалистична, чем в текущем году. Бюджет будет непростым, очень сложным, я даже сказал бы жестким. Дело в том, что продолжается оставаться на довольно низком уровне цена нефти. И мы прогнозируем на следующий год в размере 40 долларов за баррель. И в результате этого администрации предложено значительное сокращение расходных статей в окружном бюджете на следующий год. И проведена некоторая оптимизация расходов. В том числе мы начали с оптимизации расходов по уменьшению расходов на государственные органы власти округа. Сократили в том числе и заработную плату государственным чиновникам и себе, депутатам округа. Работа над расходной частью бюджета станет предметом второго чтения. К ней законодатели приступят уже 1 декабря. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал Север. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Ненинском округе, в следующем году все же удастся сохранить основные меры социальной поддержки, включая и ряд единовременных выплат. Об этом заявил председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин. Впрочем, избежать приостановки индексации части социальных выплат на один год не удастся, а размер некоторых будет уменьшен. В целом, напомню, львиная доля социальных мер поддержки в 2017 году будет сохранена. Оптимизировать расходы бюджета в 2017 году администрация региона начала с себя. А именно, на один год с января 2017 года до 1 января 2018 будет прекращена индексация некоторых денежных выплат. Индексация окладов денежных содержания государственным гражданским служащим округа, денежного содержания лиц, замещающих государственные должности округа. Индексацию размеров окладов работников государственных окружных учреждений. Компенсацию расходов на медицинское обслуживание по договорам добровольного медицинского страхования гражданских служащим округа. Лицам, замещающим государственные должности округа, депутатам в собрании депутатов Нейско-Автономного округа. А также компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание в отношении гражданских служащих округа или замечающих государственные должности округа. На один год будет приостановлена индексация регионального материнского капитала. Кроме того, администрация приняла решение временно ограничить направление использования маткапитала, а именно приобретать автомобили, гаражи и товары длительного пользования. В целях оптимизации расходов бюджета внесены изменения в части предоставления компенсации за наём жилого помещения. Это касается работников образования, здравоохранения и культуры. Теперь льгота будет распространяться только на тех работников, которые состоят на учёте нуждающихся в жилых помещениях. Установлены и новые суммы выплат. Семьи из одного или двух человек компенсируют за наим жилья не более 10 тысяч рублей. Не более 15 тысяч получит семья из трёх и более человек. Остальные социальные выплаты в следующем году будут сохранены, в том числе и ежемесячные выплаты пенсионерам в размере 3100 рублей и 2640 рублей. Сохранены также некоторые виды единовременных выплат. В частности, по 5 тысяч сохранена выплата к дню образования округа ветеранам труда. Сохранена единовременная выплата к дню пожилого человека. Правда, принято решение уменьшить её с 10 тысяч до 5 тысяч. Но в то же время пенсионеры старше 70 лет будут продолжать получать её в сумме 16 тысяч рублей. Ещё одно решение депутатов касается жителей населённых пунктов, которые пользуются стационарной связью. В таких поселениях, как Чижа, Киева, Мгла, Верхняя Пёша, домашний телефон зачастую является единственным способом связи с внешним миром. Ежемесячно абоненты платят 400 рублей, тогда как полная стоимость за услуги связи составляет 2600 рублей. Депутаты согласовали решение, по которой абонентская плата для конкретного пользователя меняться не будет. Речь идёт о том, что компания электросвязи снизит тариф с 2600 рублей до 1400, а в перспективе в 2018 году до 1000 рублей. Что это значит? То есть, она часть расходов берёт на себя, и это издержки бюджета, которые будут постепенно сокращаться. Работа по оптимизации мер социальной поддержки в округе будет продолжена в следующем году для того, чтобы обеспечить эффективность предоставления таких мер. Прежде всего, необходимо обеспечить адресность оказания мер соцподдержки, чтобы они оказывались тем, кто действительно в ней нуждается. Фронтовики подвели итоги работы за последние три года. В Москве прошёл форум действий ОНФ. На шокруг представили шесть делегатов. Об итогах поездки они рассказали на пресс-конференции. 600 человек за 10 дней. Медицинский отряд, работающий в рамках проекта «Красный чум», отправится в путь. Медики обследуют оленеводов-кочевников в посёлке Ривер. Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта приняли участие в итоговом форуме действий ОНФ-2016. Он прошёл в Москве. На форуме были подведены итоги работы движения за три года. Активисты ОНФ обсудили вопросы эффективности бюджетных расходов, реализации указов и поручений президента России. А также выдвинули предложения по решению проблем, которые на сегодняшний день наиболее актуальны для граждан страны. Об итогах поездки представители регионального отделения ОНФ рассказали журналистам на пресс-конференции. Работа форума проводилась на семи тематических платформах. Одной из ключевых тем стала экология и защита лесов, в рамках которой были подняты проблемы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сброса в водные объекты с точных вод и многие другие. Мы хотим посмотреть, насколько у нас особо охраняемые природные территории, а у нас их уже семь и две планируются в рамках года экологии ещё образовать. Они все регионального значения, все с определённым статусом защиты и использования. Мы хотим, во-первых, понять, насколько они реально защищены от каких-то загрязнений, воздействий, это первое. А второе, а насколько использованы возможности для того, чтобы их вовлечь в допускаемый оборот, то есть использовать в целях туризма, экологического в первую очередь. Выступая на платформе «Качество повседневной жизни», руководитель регионального исполкома ОНФ Екатерина Бурдикова отметила, что для регионов Крайнего Севера актуальным является вопрос по капитальному ремонту домов. Чтобы наши северные условия по капитальному ремонту были тоже включены в эту программу. Это касается капитального ремонта выгребных на ям и ям с септиками. Но хочу сразу сказать, что мое предложение было поддержано, включено в итоговую резолюцию. И как раз на этой площадке было обсуждено, и также, как осуществлять общественный контроль за реализацией капитального ремонта, работы управляющей компанией, как сделать платежи управляющих компаний намного прозрачнее. Большое внимание на форуме уделялось и вопросам социальной справедливости. Обсуждались проблемы демографической и семейной политики, а также качество оказываемых услуг, как медицинских, так и социальных. Вот побывав на форуме, я убедилась, что мы, в общем-то, движемся правильно. Мы отсматриваем и качество оказываемых услуг. Мы смотрим и мониторим все время цены и наличие лекарств. Всего в работе форума участвовали более тысячи человек. Это федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты, народные контролеры из всех регионов страны. Также в качестве гостей выступили представители исполнительной власти, депутаты Госдумы. Итоговым событием форума стало пленарное заседание с участием президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина. Любой мог задать вопросы, руки поднимали. Сам президент из этой толпы выделял кого-то и давал ему слово. И в конце он резюмировал, что именно такая площадка нужна. Что эта площадка позволяет не только нам доносить до него проблемы в обществе, но и ему, видите, слышать гражданское общество, то есть активистам. На заседание были подведены итоги работы за прошедший год и за весь трехлетний период деятельности ОНФ, а также представлена повестка движения на 2017 год. Красный Чум отправился в путь. Бригада врачей сегодня вылетела в поселок Харивер. В течение 10 дней медики обследуют местное население и оленеводов-кочевников СПК Путилича. Медико-социальный проект проводится совместными усилиями компании «Лукоэлкоми» и «Тотальразведка-разработка России», администрации Ненинского округа и Центральной районной поликлиники Заполярного района. В составе выездной бригады 19 специалистов, в том числе терапевт, педиатр, хирург, невролог, офтальмолог, оттоларинголог, нарколог, эндокринолог, дерматовенеролог, стоматолог, гинеколог, врач УЗИ и врач клинической диагностики. В рамках проекта «Красный Чум» все желающие смогут пройти флюоробследование, диагностику УЗИ и сделать электрокардиограмму. Планируем изначально осмотреть детский сад, далее на следующий день школу и уже по мере поступления будет заявок от организации и местного населения. Диспансеризацию будем в первую очередь проводить местного населения. Также планируется провести медицинское освидетельствование населения для получения разрешения на ношение оружия и управления транспортными средствами. Оленеводам выдадут аптечки для оказания первой медицинской помощи. На оплату работы врачей, приобретение медикаментов и аптечек компании-недропользователи выделили 2,5 млн рублей. Более 1,6 млн рублей из окружного бюджета предусмотрено на финансирование транспортных расходов по перевозке медотряда и доставке оборудования. К 70-летию окончания Нюрнбергского международного военного трибунала. О значении Нюрнбергского процесса говорили в аграрно-экономическом техникуме на занятии по истории. Все преступления против человечности и мира должны быть наказаны. Такова цель самого значительного судебного разбирательства 20 века. 20 ноября исполнилось 70 лет со дня окончания Нюрнбергского процесса. Суда над бывшими руководителями гитлеровской Германии, которые понесли наказание за развязывание агрессивной войны, геноцид и массовое уничтожение миллионов людей. О значении Нюрнбергского процесса говорили в аграрно-экономическом техникуме на занятии по истории. Концлагерь Бухенвальд был создан в 1933 году. В нем содержалось около 80 тысяч заключенных. В Бухенвальде существовал девиз «Слами плоть, слами дух». За миллион ушедших жизней кровавую войну геноцид целого народа. Нюрнбергский процесс подвел черту Второй мировой войны, которую справедливо называют «войной 20-го столетия». Об этом говорили на встрече студентов аграрно-экономического техникума и прокуратуры Ненецкого округа. Почему мы сегодня еще возвращаемся к этому вопросу, сложной международной обстановке, вы видите, что идеи расизма, нацизма, превосходства одной нации на другой, они, к сожалению, несмотря на то, что прошло 70 лет, в головах людей еще остаются. И мы видим, что в результате неправомерных акций гибнут люди, подвергаются насилию необоснованному. Главными фигурантами дела выступили Адольф Гитлер и его соратники – Генрих Гиммлер, Рудольф Гесс и Герман Геринг. Последнего называли преемником Гитлера, поэтому главные обвинения предъявляли ему. Их можно объединить в три пункта – преступления против мира, военные преступления против человечности и создание общего плана или заговора преступлений. О личности Геринга и исходе судебного процесса, который длился около года, рассказал историк Юрий Канев. Кандидат исторических наук написал не одну книгу о Великой Отечественной войне. До сих пор идут процессы по многим делам. До сих пор, несмотря на возраст, этим преступникам там бывает 95-96. Их выводят на процессы, невзирая на их гряплость, маразм и так далее, их судят и приговаривают к наказаниям. Это говорит о том, что урок мы не закликлик. Очень надеюсь, что память о тех событиях, о бутылке второго года, останется. И мы, люди уже 21 века, должны это знать и понимать. Об истории и значении Нюрнбергского процесса рассказали и студенты. К памятной дате они подготовили доклады. У меня работа очень интересная, мне саму она очень нравится. У меня было желание её делать. Самое обидное и самое как бы плохо, так скажем, что нет в учебниках истории про Нюрнбергский процесс, не дат. Как он происходил, вообще ни одной информации нет. Автором лучших докладов прокуратура Ненинского округа подготовила призы. Книгу Александра Звягинцева «Нюрнберг. Главный процесс человечества». Валентина Чебичев, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».